Выбрали для себя сегмент исключительно инвестор-миграция, это когда ты получаешь вид на жительство без каких-либо обязательств. Тебе не нужно там проживать, учить язык. Какой оборот это компании? За прошлый год был 6 миллионов долларов. Ко мне пришли из органов, это был обыск, причем одновременно и в загородном доме, и в квартире, и в офисе, и могут очень жестко наказать. Какой паспорт лучше, почему, что лучше купить? Если бизнес может работать удаленно, я бы рекомендовал брать какую-нибудь юрисдикцию типа Мадейрен, или брать Кипр, или Эмираты. Есть какие-то смешные, ну не очень смешные, может быть, фейловые интересные кейсы, которые хочешь поделиться. Анатолий, слушай, говорит, я этот паспорт, который купил у тебя, слушай, забыл, как называется, говорит, страна. Я ему сразу не ответил, говорю, ну давай попробовать вспомнить надо, все-таки ты отдал денег нам почти 200 тысяч, и не помнишь какого гражданства. Анатолий Дмитриевич, ты счастлив? Очень сильно. Португалия – это воплощение красоты, свободы и безопасности. Эту страну для жизни выбрал Анатолий Литарев, парень из Винницы, который всегда хотел свободно перемещаться по миру. Десять лет назад он получил ВНЖ в Европе, затем стал гражданином в Ануату, и сегодня летает куда хочет в Лизвиз. Ведет прозрачный бизнес в нескольких странах, платит справедливые налоги и наслаждается жизнью со своей семьей. Анатолий реализовал свои самые смелые мечты и начал помогать другим обрести такие же возможности. Так родилась компания «Мигронис», которая помогает получить гражданство и ВНЖ за инвестиции. Об этом бизнесе сегодня и поговорим. Что-то очередное. Будешь квартиру продавать, паспорт? Что? Не, буду отзыв брать. Отзыв будешь брать у кого? У клиента своего. Клиента, который что сделал? ВНЖ получил золотую визу. Долго очень получал, тяжелый был такой кейс вообще. Получил где? Здесь в Португалии? В Португалии, да. Ага, хорошо. Сколько денег потратил? 350 на квартиру. Налоги все вместе. Почти 400. 400 тысяч евро. А можно за сколько получить золотую визу? Минимум 280. 280 тысяч? И касты еще где-то все вместе 320-330. Понятно. Толик не знал, что я буду так спрашивать. Это была подводка. Поехали. Итак, у тебя есть паспорт Украины. Изначально первый, который ты получил. Да, это загранпаспорт. У тебя один. А он у тебя биометрический? Биометрический, да. Который позволяет тебе въезжать, ну, если нет ограничений, которых на самом деле сейчас много, в Европейский Союз без виза в 180 дней находиться, по-моему. Либо 90 дней в 180 дней. Да, 90 дней в 180. Дальше у тебя есть паспорт в Вануату. Прикол. Похожем ли? Я теперь знаю, где Вануату. Ребята, угадайте, где находится эта страна, остров Вануату. Да, острова, архипелаг. Между Черноцами и Оклендом. Да, между Черноцами и Оклендом. Если возьмете Новую Зеландию, пойдете в сторону Японии, там где-то есть Фиджи. Так вот, где-то возле Фиджи они находятся. Это я знаю только благодаря тебе. Я, в принципе, раньше не слышал, что есть страна Вануату. Это у тебя паспорт и третий. Это паспорт чего? Это мой любимый паспорт. Он такой. Стейтмент больше, чем паспорт. 150 долларов, по-моему, стоит. Примерно, да. И ты мне обещал такое подарить? Да, конечно. Если ты обещаешь своим клиентам получение золотой визы, ВНЖ и все остальное, ты сдерживаешь или были случаи, когда у тебя что-то не получалось? Нет, были случаи, когда не получалось. Но мы сейчас сделали такую прикольную штуку. Если клиент не получает гражданство, то мы полностью отдаем все ему деньги, учитывая даже те, которые он потратил в государство. Всякие пошлины, к которым мы отношения вообще не имеем. Это такое наше обещание бренда. Но ты же не можешь, в принципе, решать за государство. Не можем. Есть какие-то нюансы в себе? Правильно. Не можем, но есть статистика. У нас было на 120 кейсов один отказ. Поэтому мы можем покрыть эту историю. Мы сейчас находимся в городишке Эшстарил, которое, по сути, является частью Кашкайша. Это в 30 минутах от Лиссабона. Вон там вот океан. Здесь за мной находится казино Эшстарил, где, оказывается, в 70-е годы снимали фильм Джеймс Бонд. В том числе снимали его и здесь. И только что включились фонтаны. И на нас постоянно такой вот бриз от водички, которая, да, которая красиво играет. А там у нас бриз мог быть с океана. И да, мы сегодня общаемся с человеком, которого можно не понаслышке назвать гражданин мира, которого, возможно, вы уже знаете. Потому что, если смотрите YouTube, то он ведет YouTube-канал «Летая в блог». Рассказывает о жизни в Португалии, о том, как переехать в другие страны, о том, какие нюансы. В общем, человек, который помогает получать золотые визы, оформлять себе ВНЖ, покупать себе второй, третий паспорт, оформить себе правильную, хорошую пенсию в нужной стране. И еще много всего. На самом деле, это мой друг, у которого я сейчас в гостях в Португалии. Мы только что были у него дома. На рынке в Кашхайше для моей Юли купили морепродукты. Мне купили овощи, фрукты. Вечером все это будем готовить. Но это в другом выпуске на Тревел-канале. А мы будем разбирать твой бизнес. Как появилась идея создания бизнеса, помощи людям куда-то переехать, покупке паспортов? Условно, это же можно называть покупкой паспортов? И ВНЖ. Это было в 2011 году еще. Я первый вид на жительство получил себе, потому что появилось желание переехать куда-то. И оно появилось, наверное, так, как у тебя. Оно жило-жило во мне какое-то долгое время. Так и мы к переезду тогда не были готовы. И после получения карточки первого вида на жительство, это была Литва. Делал я это тогда так же, чтобы было возможно без виз путешествовать. Тогда еще не было без виза соглашения с Европой. Потом получили несколько моих друзей. Потом я начал это продавать. И это превратилось в бизнес уже в 2012 году. Скажи мне, а как можно было получить Литву в 2011-2012 году? Это была бизнес-эмиграция. Я делал это через открытие компании там. Сколько это стоило тогда? Я думаю, всех затрат было, может быть, тысячи 3-5 евро. Всего лишь? И по сути у тебя получается без виз со всем европейским союзом. С шинвеном, да. Но тогда это работало в таком ключе, что не нужно было прям обязательно находиться постоянно в стране. Я ездил часто. То есть я и в принципе мог этот срок выдерживать в Европе. А потом мы переключились на другие уже продукты. Причем интересно переключились. Я продавал бизнес-эмиграцию долго, где-то до 2014 года. А потом к нам зашел Петр Чернышев, мой клиент, бывший президент Киевстара. И он захотел купить продукт инвестиционный. Это была тогда программа венгерская, ПМЖ Венгрии за инвестиции. Когда нужно было 300 тысяч евро, ты платишь за банды государственные, гособлигации. И получаешь карточку постоянно. Я с этой программой тогда не работал. И я его сконвертировал на другой продукт. Говорю, зачем? Можно вот недвижимость купить в Будапеште и получить тоже вид на жительство. В итоге закончилось тем, что недвижимость он купил, а вид на жительство не получил. Ему повезло дальше с покупкой. Недвижимость очень сильно выросла в цене, потому что тогда был рост в 2014. И он купил также эту программу за облигации. Все-таки тоже ее купил. И после этого мы начали продавать только инвест. Иммиграцию. Что значит инвест-иммиграция? Вообще переехать можно разными способами. То есть есть студенческая, трудовая, всякие убежища политические, бизнес-иммиграция. И есть инвест-иммиграция. И профессиональная еще есть для талантливых людей. В общем, очень много разных-разных сфер. И мы выбрали для себя сегмент исключительно инвест-иммиграция. Это когда ты государству или даришь деньги, или покупаешь недвижимость, или какие-то финансовые инструменты. И получаешь вид на жительство без каких-либо обязательств. Тебе не нужно проживать, учить язык. Если нужно проживать, максимум 7 дней в году, например, как в Португалии. И сосредоточились только исключительно на этом сегменте. Все остальные упали. На сегодняшний день в Прибалтике, там, где у тебя был литовский ВНЖ, его можно так же сделать за трешку долларов? Возможно, практически в любой стране шенгена так сделать, плюс-минус. Но нужно понимать, что если по такому пути идешь, то нужно в этой стране проживать больше, чем полгода в году. А если ты проживаешь больше, чем полгода в году, у тебя включается налоговая резидентность той страны, где ты проживаешь. А в Европе, она, как правило, в налоге высокие. То есть ты будешь платить и в Украине, и разницу доплачивать между Украиной и той страной. Например, в Испании там до 48% ставка подоходного. Допустим, ты как ИП заплатил в Украине, как ФОП, 6, и доплатил еще разницу между 6 и 48 в Испании, если доход высокий, и ты там живешь. На Кипре, например, можно жить 2 месяца всего, и не жить в другой любой стране больше, чем полгода. И, по сути, ты становишься налоговым резидентом Кипра, а там ноль практически на все. В Дубае ноль на все. В Португалии ноль на дивиденды на 10 лет, поэтому тоже многие сейчас сюда переезжают. Но это вопрос такой тонкий, потому что зависит очень много еще, есть ли у тебя компании за границей или нет. Это такая прям история на час. Ты бы что рекомендовал? Ну, скажем, если бизнес может работать удаленно, я бы рекомендовал брать какую-нибудь юрисдикцию, типа Мадейры, например, где 5% корпоративный налог, и работать через нее, если говорить про бизнес. Или брать Кипр, или Эмираты. Еще зависит от того, с какими компаниями, контрагентами ты работаешь, не все готовы платить на Эмираты, например, потому что они часто в черных списках. Не каждый бизнес подходит под налоговые льготы, которые предлагаются. Поэтому тут нужно брать кейс, смотреть, откуда какие финансовые потоки идут, куда ты готов переехать, сменить налоговое резидентство и складывать продукт воедино. 12-й год это у тебя стал как бизнес, но не основной. Да, да. Ты жил, работал в Украине, знаю, что у тебя была лицензия адвоката. Да. У тебя юридическое образование, соответственно, и ты работал... Два юридических образования, и ты работал в одной из компаний. Потом ты в какой-то момент собрал чемоданы буквально за пару дней и уехал из страны. Да, в 2011 году я стал адвокатом, и у меня появилась уголовная практика. И мы первые в Украине, это была компания Юскутум, мы первые придумали практику направления, скажем так, в юридическом бизнесе, защита бизнеса от незаконных преследований со стороны власти. То есть я ездил, Лига бизнес-информ на их базе, мы делали семинары в Киеве, в Одессе и в других городах. Рассказывали предпринимателям, что делать, если к вам пришли с обыском, допросом, как себя вести и так далее. Такой бизнес, кстати, представляешь, тебя в Канаде где-нибудь? Нет. Или в Швейцарии, например, да. Это были тогда еще времена предыдущего президента, который такой жесткий был товарищ. Это кто? Янукович? Янукович, да. И у меня много было кейсов, когда вот просто в пятницу людей забирают как свидетелей. А почему в пятницу? Потому что суды не работают. И в понедельник они дают отлично все показания. И когда я видел, как это происходит на практике, не на бумаге, вот прям на практике, в тот момент как раз у меня появилось желание получить вид на жительство не только для путешествий, но и иметь такой, знаешь, план B. И до 16-го года бизнес мой мигронис был не основным. То есть у меня за это время было, ну, не знаю, ну, несколько десятков клиентов. То есть я не уделял ему много внимания, вот как раз до прихода первого инвест-клиента. И в 16-м году по вот моему юридическому бизнесу ко мне пришли сами из органов. Это был обыск, причем одновременно и в загородном доме, и в квартире, и в офисе, и в Виннице. Сам из Винницы? Сам из Винницы, да. Мы поняли, что как бы в этой стране больше нам неохота жить вообще. Инструментов для защиты реальных в Украине нет, по правде говоря. А сейчас они есть? Ты знаешь, я уже вышел из украинского контекста. Я не мониториваю ситуацию, тяжело сказать. Я вообще не про политику, вообще. Политика Я – это разные вещи. Но никто из президентов не пытается даже сделать судебную реформу. Это самое главное. Это самое важное. Мы находимся в Португалии, здесь безопасно. Я был в Грузии, я себя чувствую безопасно. У тебя жена пошла с кошельком в супермаркет, потеряла. Там были деньги для жизни в Португалии, много денег, ей вернули. Да, да, да. Я в Грузии ехал, забыл свой пуль к дрону батарейки, но это, ну, 500 долларов, может быть, 700, не знаю. Там много батарейки, пуль. И мне их привезли. Просто посадили в машину и привезли. И я чувствую, я выхожу на улицу, чувствую безопасность. Вот. Для того, чтобы я чувствую себя безопасно, мне кажется, что должна быть судебная реформа, которая… Это и правила, которые выполняются. Сто процентов. У нас больше вот этим штукам удеряет внимание, чем правилам. По одному из моих клиентов эта проблема появилась в 16-м году. И для того, чтобы выйти на клиента, началось давление на меня в виде этих обысков. И мы с супругой открыли наши паспорта. У нас была виза только в Америку, открытая, действующая. При этом у нее было два отказа визы до этого. Ей дали визу только два месяца назад. А у меня два месяца назад только закончился ВНЖ, который я как план B держал все вот эти там 4 года. То есть, видимо, Америка была нашей судьбой. Нужно было туда поехать. И через пару дней мы вылетели в Штаты. Бизнес тот, получается, я прекратил. У нас всего было 15 тысяч долларов, как бы, и все на тот момент. Без телефона, без ноутбуков мы туда поехали. В Америке мы, получается, прожили 3 года. Я начал нанимать команду. Это было уже, да, в сентябрь 2016 года. Всю команду мы нанимали удаленно. Так, команда, которая была где-то от 15 до 20 человек. Впервые я с ними познакомился уже в 19-м году, когда я в Украину первый раз приехал после отъезда. Мы полностью-полностью настраивали бизнес удаленно. Сейчас, даже, честно говоря, для меня вести офлайн бизнес вообще непривычно. Поэтому, когда наступили все ограничения, на наш бизнес это никак не повлияло с точки среднего управления. Ребята, мы с вами продолжим где-нибудь поближе к воде. А сейчас к вам вопрос. Итак, Анатолий Летаев вам в данном амплуа похож на Джейсона Момо из фильма Игры Престола. А еще? Аквамен. Аквамен. На Павла Зиброва, на Джонни Деппа из фильма Страх и ненависть в Лас-Вегасе и похож просто на нормального мужика. Выбирайте, а мы с вами продолжим где-нибудь поближе к океану. Это пляж Иштырила. Скажи честно, ты живешь в 5 минутах здесь. Ты снимаешь квартиру здесь, в Иштыриле. Как часто ты бываешь именно на этом пляже? Ты бы лучше спросил, как часто в Иштыриле я бываю вообще. Как часто ты бываешь в Иштыриле? Редко я бываю в Иштыриле. Но я же езжу постоянно. Но на самом деле, когда я здесь, то или каждый вечер. Потому что я иду, начиная отсюда, с этого пляжа и до Кашкайша, по всей набережной и дальше и слушаю книги вдоль океана. А на выходные с малым хожу сюда, так что часто. Ты выбрал жить в Иштыриле почему? Ты жил в Лиссабоне? Я жил в Лиссабоне, я жил в Синтре, на юге. И мы искали квартиру в Кашкайше. Иштырил как-то почему-то даже не рассматривали. А потом подвернулась квартира. Очень прикольно. Тут тяжело вообще выбрать квартиру. Под наш вкус это квадратная форма, такой современный стиль. Здесь только строится сейчас такая недвижка. Короче, опции немного было. И мы нашли такой объект. Сразу же его решили снять. Когда уже сняли, мы поняли, что в Иштыриле намного больше нравится, чем в Кашкайше. Он больше резидентский. А в Кашкайше много туристов бывает. А теперь вернемся в Майами. Первую квартиру, которую ты снимал, что там не купил недвижимость, наверное. Сколько тебе стоило? Во-первых, мы сначала пожили в Чикаго 2 недели. И мы, поскольку денег было ограниченное количество, мы вообще жили, мы снимали комнату. А потом квартира в Майами уже была, первая квартира, тысячу, по-моему, 200-300 долларов. А последняя уже 4 тысячи. Ты ехал в Майами. Сколько у вас было денег с собой? 15 тысяч долларов. Был такой выбор сложный. Делать, не знаю, какие-то покупки даже более дорогой еды. Или положить эти деньги на Google AdWords аккаунт. То есть не было никаких нормальных магазинов. Реально мы в Волмарте покупали еду. То есть такая была, сложный был период очень жизненный. А Волмарте это прям что, плохая еда? Да, прям плохая. Там все пластмассовое. Там ты ешь арбуз и думаешь, что это, не знаю, морковка, если закрытыми глазами. И получается в таком режиме мы были где-то месяца 3, может быть 4. На этот период денег нам как-то хватало и на рекламу, и на жизнь. А уже начиная с 4 месяца пошли лучшие продажи. Ну еще и там тянулись продажи немножко, с которым мы закрыли до отъезда. И уже через полгода у нас оборот был почти миллион долларов. Это удача в миксе с хардворкингом. И удача, и хардворкинг, да. Я работал где-то с, наверное, с 9 вечера до 7 утра. Моя жена работала днем получается, потому что у нас часовой пояс. Украина, Казахстан, Россия, Владивосток даже был. То есть иногда это было 12 часов разницы. Маркетинг, продажи, то есть все делали сами. И потом уже начали нанимать людей где-то, наверное, месяца через 4-5. Вообще какие сложности с переездом в Америку и с открытием бизнеса? По сути у тебя же бизнес не в Америке. У меня была компания тоже в Америке, да. Она не привязана к локации глобально. Ну, сложности были с тем связаны, что часовой пояс неудобный. Планерки проводить по киевскому времени в 5 часов вечера не супер для команды было. Были интересные случаи с наймом. Я нанимал, когда ребят собеседовал их. И рядом сидел директор американского офиса. Мы с другом снимали офис вместе. И она говорит, ты знаешь, что за такие вопросы тебя здесь вообще не посадить, но могут очень жестко наказать. В Америке нельзя спрашивать, какой у тебя возраст, где ты живешь, кто у тебя семья. Для того, чтобы узнать у кандидата такие нюансы, ты спрашиваешь, как долго добирались до работы, как давно закончили колледж. Обходными такими путями. Иначе, если ты будешь прямо это спрашивать, человек может подать на тебя в суд за дискриминацию, и тебя могут обязать его нанять. Еще, кстати, очень классный момент в том, что в Америке ты платишь по часам зарплату. В итоге это месячная зарплата, но по факту люди мыслят часами. То есть там не бывает такого, что посередине дня твоему менеджеру позвонит кто-то на телефон. Там мама позвонит, и он вышел, час общается. То есть они телефон откладывают, и даже ты кому-то будешь в дневное время звонить, и не факт, что дозвонишься, потому что люди на работе. Они к этому серьезно относятся. Ты помнишь вот этот момент, как у Питера Тиля от нуля до единицы? В какой момент твой бизнес уверенно стал на какие-то ноги, и стал ходить, бегать, либо еще что-то? И что тебе потребовалось, чтобы дойти до этой единицы, до какого-то уверенного момента? Честно тебе скажу, я думаю, что мы тогда выехали на первое, на вере, очень сильной моей вере, то же самое, как с канала у меня сейчас. То есть мы прям... Получается хорошую команду привлекать, получается идеи заряжать людей, а это работает только на вере основателя, мое такое мнение. А второе, мне очень не хотелось в Америке идти на работу, понимаешь? То есть я не работал уже на тот момент лет 7 на кого-то, и я с трудом себе представлял, что я плохо знаю английский язык, чтобы работать на кого-то, должен буду куда-то устраиваться. То есть для меня-то был страх получить такой стресс, двигал еще больше в тему выживания и более эффективно делать бизнес, который был тогда полностью завязан на мне. Вот этот переход от нуля до единицы, наверное, произошел тогда, когда появились руководители в компании, когда я начал делегировать. Но ты сейчас еще до сих пор SEO? Уже нет. Я уже не SEO месяцев 6. У нас есть борт в компании, я не SEO. И сейчас мы вот наняли тоже нового SEO. То есть за 6 месяцев сколько ты SEO сменил? Три. За 6 месяцев 3 SEO. Это будет третий? За год три SEO. Однозначно сложно делегировать. Потому что у меня есть такая, знаешь, картина мира, как я представляю, должно быть. Но в этой картине мира я только сейчас уже имея опыт с разными SEO, понимаю, что бизнес нужно отдавать, как, не знаю, там, ребенка в университет и понимать, что он должен сам развиваться. Иначе вот это рукосудничество мое в разные процессы внутри, они мешают реализоваться SEO. Это выражается в каком-то, он может чувствовать недоверие, и он не может реализоваться. О маркетинге, о бизнесе, да просто о жизни. Особенно с теми людьми, которые по-настоящему сами создали, прожили, получили огромное количество своих ошибок, уроков, поднялись знак некоторые и так далее. Мне интересно с ними говорить и говорить, и говорить, и говорить. Но как бы вот жизнь такая, что видео придется сокращать для того, чтобы они были более сжаты и динамичны, и вам было интересно. Потому что мне на самом деле интересно все, и когда я режу эти видео, то очень жалко выбрасывать ту информацию, которую вы, к сожалению, не видите. И да, если вы хотите больше информации о маркетинге, о продажах, об интернет-маркетинге, приходите ко мне на курс по интернет-маркетингу. Там я буду говорить часами. Моя лекция длится минимум 2 часа с вопросами-ответами. Иногда доходит до 3,5. На моем курсе более 100 часов полезного контента. На нем преподаю я, мои коллеги из команды TripMyDream, где мы делимся своими ошибками, уроками, своими знаниями, которые получили. Но у меня опыта уже 19 лет. Да, ребята, мне пошел пятый десяток. У меня в разных бизнесах много разного опыта. И да, за последние полтора года, включая шестой поток, на котором учатся сейчас 414 человек, с нами этот курс проходило почти 2000 человек. Поэтому, если вам интересно обучиться действительно хорошим знаниям, хорошие навыки получить, приходите ко мне на курс по интернет-маркетингу. Все детали есть в описании. Мы набираем уже на седьмой поток. И сейчас действуют очень специальные условия. Дальше будут дороже. Также у нас есть курсы по контекстной рекламе, по SEO-оптимизации. Мы собираемся запускать еще несколько полезных курсов для того, чтобы делиться с вами по-настоящему знаниями. Потому что мы обещаем вам разобраться вместе. У нас все лекции вживую. Мы в чате, в телеграме всем отвечаем на вопросы, всех поддерживаем. И те, кто у нас учился, могут об этом вам рассказать и подтвердить. Ну и да, конечно же, приятного просмотра видео дальше. Зона ответственности, которую ты хочешь отдать. По сути, вся операционная деятельность. То есть, это финансы, это маркетинг, это продажи. И при этом ты завел свой влог. Где 90% времени. Влог – это личный бренд, который я полностью отделил отдельно. Там другая команда. Да, но ты хочешь сделать влог, чтобы прокачивать свой личный бренд для бизнеса. И при этом, чтобы компанию не ассоциировали с тобой. Либо ассоциировали с тобой. Нет, нет, ассоциировали. Просто влог – это творческий очень продукт. И вот как раз здесь многое исходит от меня. И поэтому делегировать его кому-то, я себе это сложно представляю. У тебя получилось делегировать? Влог? Какие-то вещи, да. Но это часть моей жизни. Какой оборот у компании? За прошлый год было 6 миллионов долларов. Так, сколько клиентов за все время через вас прошло? Больше 350, где-то ближе к 400. В прошлом году было 105. 105. 105. А в этом году сколько будет клиентов, ты думаешь? В этом году мы идем уже на процентов 70 больше, чем в прошлом. Я думаю, что мы до 180 должны дойти. А теперь вопрос, который не задают финансисты, но задают маркетологи. При этом рынок вырос на 70% с прошлым годом, в 2020-2021. А рынок на сколько вырос? Также вырос рынок. Такие же примерно продажи у конкурентов. То есть, по сути, ты вырос с рынком, но не забрал чью-то долю. При этом ты активно инвестируешь во что-то или нет? Да, очень активно мы инвестируем в YouTube сейчас. Бюджет на YouTube у нас 350 или 380 тысяч до нового года. Долларов? Долларов. За 6 месяцев? За 6 месяцев. Деньги мигронисли? Мигронисли. Либо твои? Мигронис. Но компания 100% твоя? Нет, не 100%, 80 с копейками. У меня минус 10, 5 и 2,5. Ты дал опционы? Да. Не опционы, я продал долю. 10% я дал своему партнеру, под который как раз в начале, в 2016 году присоединилась. Она на себя очень много взяла в плане управления. И в какой-то момент я принял решение, что хочу ей дать туалет. Как вы находите общий язык? Очень разные точки зрения есть всегда. То есть, всегда приходится всем друг друга выслушивать. Такой очень конструктивный всегда есть конфликт. И оттуда появляются реально прикольные идеи. Как отнеслись партнеры? Кто в твоей идее выделить 350 тысяч долларов на 7 месяцев, чтобы выложиться в YouTube? Ну, это не совсем, скажем, 7 месяцев. Потому что мы просчитали этот бюджет, который мы согласовали на съемки. Потому что у нас Греция, Испания, Португалия. Еще несколько стран, которые мы должны в этом году отснять, в 2021. И плюс, эта команда на монтаж на следующие еще 3 месяца после Нового года. Много поездок со мной ездят 2 или 3 человека. И это длинная поездка. То есть, на Испанию мы снимали уже на сегодняшний день дней 20. И еще дней 20 будем снимать. Как открыть такую компанию, как у тебя? Скажем, я бы для начала посоветовал бы несколько ресурсов посмотреть, что из себя рынок представляет. Потому что у нас очень большой рынок стал уже сейчас. Это новая индустрия. Можно сказать, что ей в том виде, в котором она есть, лет, наверное, где-то 10. Оценивали ее последний раз в 25 миллиардов. И следующие оценки, по-моему, к 25-му году, в 105, что-то в этом духе. И компании каждый год из того, что я вижу, прибавляется, наверное, где-то порядка 30 в мире. То есть, должна быть первая, это какая-то компетенция, которая позволит иметь условно unfair advantage. Конечно. Твоя компетенция была юриспруденция раз. То есть, у тебя были определенные базы клиентов, наверное. Не, базы клиентов у меня не было. Ты же начал в 2012 году. Ну, я для себя сделал. И друзья купили. А дальше... Твой бизнес родился из твоей проблемы, получается. Из моей проблемы, абсолютно, да. Я думаю, что это больше про юридическую часть, потому что здесь связан процесс с налогами, с юридическим оформлением. То есть, можно навредить клиенту, если сделать что-то не так. Поэтому юридический бэкграунд, наверное, самый главный. А дальше важно все-таки иметь или хорошего партнера, или самому высваивать навыки в маркетинге, в продаже. Потому что рынок уже очень конкурентный. Ко мне очень много приходят людей с просьбой их проинтерюрировать, прилететь, которые занимаются недвижкой, которые занимаются паспортами, которые занимаются гражданством, помощью и так далее. Очень многим я отказываю. И чаще всего отказываю тех, кто занимается венгерскими и румынскими паспортами. Но это вообще не моя тема. Мне предлагают бесплатно сделать много всего такого. Мне кажется, это как себя обмануть. Потому что у тебя вроде легальная такая правильная история, чистая официальная, легальная и так далее. А вот что ты думаешь по поводу вот этих вот венгерских, румынских, болгарских паспортов, еще каких-то? Тут могу сказать просто факт один есть. В Венгрии, когда активно предлагались эти паспорта, это был 11-13 год. Много кто получил эти паспорта, якобы через корни, потому что корней нет, подделывались документы. А потом возбуждались сотни уголовных дел. И люди с этим паспортом летели в Шенген, их задерживали, привозили в Венгрию, допрашивали. В итоге уголовная ответственность за это предусмотрена, если поддельные документы, не в виде ограничения свободы, штраф я не помню, около 500 евро в местной валюте был. Потом паспорт забирали и запрет на въезд в Евросоюз. То есть ты живешь-живешь 10 лет в Евросоюзе, все у тебя окей с этим прекрасным паспортом. А потом государство начинает поднимать всю эту историю, и ты никогда не знаешь, попадешь ли ты в тот список людей, которых будут проверять. Поэтому лучше, по моему мнению, вообще ничего не делать, чем делать такие паспорта. Я тебе одну штуку скажу. Тебе вопроса этого не было, но очень может быть интересно. Есть такая теория флагов. Слышал? Да. Вот по сути 5-7 по-разному. Сейчас криптовалюту добавляют. А о чем? Да, вот как ты это понимаешь? Здесь налоги, здесь у меня паспорт, здесь я живу, здесь у меня, не знаю, там пенсия будет, здесь еще что-то и так далее. Так ты прокачиваешь? Здесь у меня счет в банке, здесь у меня компания зарегистрирована. Есть другая компания зарегистрирована? Если в одной стране это все. Если все это в одной стране, то есть риск, понятное дело, что мы родились в стране, которая уже не существует, на секундочку. Югославии уже нет. Поэтому никогда не знаешь, откуда что прилетит, и соответственно, поэтому тоже спрос есть, и весь рынок тоже растет. И появились легальные инструменты покупки этого паспорта за деньги. Кто твои конкуренты? На российском рынке, на русскоязычном, точнее, рынке в СНГ реальных конкурентов компаний 3-4. Остальные посредники, которые перепродают или наши услуги, или конкурентов наших услуг. У тебя были люди, которые у тебя работали, а потом ушли, научились и сделали что-то похожее? Были, были, были. Вот как раз кейс, когда я переезжал, у меня был такой человек, мы начали работать где-то, наверное, за месяц, за 4 до переезда. Когда я уже переехал, у нас случился с ним конфликт, и я увидел, что есть сайт в той же сфере, как у меня. Мне быстро стало понятно, что это этот сайт, и вот до сих пор работаю, в принципе, получается у меня. Сколько вы в среднем зарабатываете на одной сделке? От и до? Это от 2 до 7%. От 2 до 7%? Хорошо. То есть сумма бывает иногда десятки тысяч долларов, правильно? Да, бывает иногда десятки тысяч. Тут еще очень важный вопрос – это доступ к аудитории. Потому что мы работаем с людьми, которых, я не знаю, сколько в мире, 0-0-0-1%. У тебя премиум аудитория, мне так кажется. Премиум аудитория, да. Которая, ну, скажем так, не трешку, а пятерку зарабатывает в месяц. Ну, это клиенты в основном с капиталом 5 миллионов долларов и выше в среднем. И даже продажа сама другая. Нельзя сказать, что это прям продажа. Это ответ на запрос реально, на его боль клиента. И такой клиент он быстро почувствует, он работает с экспертом или нет. То есть это люди уже осознанные. Ты ему не можешь просто продавать. То есть те, кто продают румынские паспорта, вряд ли они смогут сработаться с этими людьми. Кто эти клиенты и как бы ты рекомендовал условно с ними работать? IT предприниматели, много очень из IT. Топ-менеджеры, вот такие крупные топ-менеджеры больших компаний. Предприниматели, инвесторы. То есть те, кто уже играет на фондовом рынке, например. Из криптобизнеса тоже много клиентов. Скажем, есть первая боль, это план B. Это быть в какой-то безопасности в любой момент, возможность покинуть страну. Второе, это иммиграция. Например, в Португалию это конкретно иммиграционный больше продукт. Или продукт для, например, возможного переезда в будущем. Но не все переезжают. Это возможность для детей. То есть покупают паспорта и ВНЖ, чтобы дети учились в Европе, имели доступ без всяких проблем. То же самое про Америку можно сказать. И поездки без виз. Для этого подходит и паспорт, и ВНЖ. Как вы занимаетесь продвижением для своего клиента? Какие каналы использовали там в 2016 году? Какие каналы перестали использовать? Какие лучше конвертят? Какая конверсия? Сейчас много перформанс-маркетинга. И вебинары мы делаем, и офлайн-конференции делаем. Ютуб уже тоже хорошо работает. Соцсети пока у нас слабенькие, но мы их тоже планируем развивать. SEO, ну и сам бренд уже узнаваем, поэтому конверсия тоже выше. Я не могу тебе сейчас точно сказать, какие цифры по конверсии. И большой у нас процент клиентов, которые возвращаются. В какой проценте кто возвращается? Порядка 25-30%. Вы их контролируете каким-то образом? Честно говоря, мы не работаем хорошо в этом направлении. То есть можно было бы работать и нужно было бы работать. То есть мы просто пока фиксируем, что такой процент есть. То есть нас рекомендуют, и мы просто отвечаем на эти рекомендации, помогаем другим. Какая стоимость одной продажи условно вашей, одной сделки? Если усреднить по всем каналам, допустим, не брать YouTube, не брать offline, в разное время она колеблется где-то от 3,5 до 6 тысяч долларов. Выше 150%? Выше. Премиум-сегмент, мне вообще кажется, что премиум-сегмент, когда все везде закрывается, и рестораны, и отели, и отели, и так далее, премиум-сегмент все равно работает, аудиторию не теряют. А если взять сплит-продаж по всем каналам трафика за последний год, календарный год условно, последние 365 дней, какие каналы трафика лучше всего конвертить? Это часть по рекомендации, это часть директа, перформанс-маркетинг, YouTube? Что за вас еще есть? Нет, я бы не сказал, что есть какая-то превалирующая, потому что у нас еще много продаж B2B. То есть нас рекомендуют банки, туристические агентства, юристы, налоговые консультанты. У вас есть какая-то программа? Конечно, да. Сколько вы им отдаете обычно? По-разному, этот процент стартует от 20%, то есть от 20% от того дохода, который мы получаем. Примерно все эти каналы где-то в равной доле, я бы сказал, на сегодняшний день. 30 человек у нас основная команда, которая работает Москва, Киев, Майами, Дубай, Кипр, Португалия. Это маркетинг, это продажи, это отдел процессинга, это те, кто обрабатывает заявки и юридический отдел. Отдел продукта у нас еще есть. Это те, кто ищет новые продукты, нашим являются там или гособлигации, или недвижимость в новых странах, девелоперов. И отдельно команда YouTube, там нет 12 человек. Мигронис канал и канал летают. Вот это на двух каналах. Какая из этих всех команд, которые ты назвал, их много для тебя? Вот такая, которая жизненно необходимая, без которой бизнес все. До свидания. Уже сейчас это отдел процессинга. Это те, кто, по сути, когда уже сделка состоялась, они доводят ее до конца, занимаются оформлением полностью всем. То есть если завтра уйдет весь отдел, то ты страдаешь? Конечно. Есть какие-то смешные, ну не очень смешные, может быть, фейловые, интересные кейсы, которые хочешь поделиться? У меня был прикольный момент. Где-то часов, наверное, в 11 вечера звонит мне клиент. Он был в аэропорту. Говорит, Анатолий, слушай, я этот паспорт, который купил у тебя, слушай, забыл, как называется, говорит, страна, которую я взял. А он по России летал, у него не было этого паспорта. Он хотел рассказать друзьям. И я ему сразу не ответил, говорю, ну давай попробовать вспомнить надо, что все-таки ты отдал денег, там, почти 200 тысяч, и не помнишь какое гражданство. В итоге он не вспомнил. Мне пришлось сказать ему, что это было, это была Вануа, тут такая же, тут такая же страна, как у меня. И такое периодически, кстати, происходит. То есть люди не запоминают, какие паспорта, как странно называются, где они покупают. Еще был кейс, когда, и такой был не один, наверное, 3 или 4 случая, когда клиенту покупали паспорта, потому что такой же паспорт у Дурова. Сенки Ценевис. И это стоило дороже, там, на 30-40 тысяч при стоимости 200. Сколько стоит этот паспорт? Сейчас минимально на одного человека он будет, там, со всеми затратами плюс-минус 170 с копейками. 170 долларов, да. А что он дает? А можно купить за 130. UK и Шенген без виз. А Америку? Нет, только 10-летняя виза. А твой Вануату? То же самое все. А сколько он стоит? 130. Если бы я хотел инвестировать в твою компанию, купить, там, не знаю, 5, 10, 20 процентов, какой бы, какой бы валуэйшн ты поставил? Ну, у нас сейчас был валуэйшн, это 4 миллиона. 4 миллиона долларов. Тебе предлагали продать компанию? В 2018 году предлагали купить компанию. У нас разговоры шли от 3 до 5 миллионов. Сделка не состоялась, потому что на тот момент, получается, 2 года, как я переехал в Штаты, и не было ни структуры бизнеса, ни нормального оформления. Ну, корпоративного. По сути, был я и вот уручное управление. Вот как-то так было. Поэтому сделка не состоялась по причине того, что отказался сам покупатель. Но они это инициировали, полгода проверяли, приезжали к нам в Киев, приезжали в Америку ко мне, но не состоялось. Был фейл связан не с этим бизнесом, а с другим. Когда мы в Америку переехали, все окей, пошло где-то через год. Переехал мой друг, у которого тоже все очень хорошо пошло в его бизнесе. Мы споймали звезду и создали два у нас было проекта. Один по недвижимости, а второй по аренде яхт. И который вот по аренде яхт. Мало того, что много ошибок сделали. Второе, попало два урагана на этот период. Осенью не было вообще продаж. И мы где-то, наверное, минус 200 тысяч вышли оттуда с выводами правильными, как не нужно делать бизнес. А что у тебя было в контрактах? У нас было несколько клиентов по яхтам, которые мы не выплатили. В основном мы выплатили остальным деньги. Ну, то есть по процедуре. Ты бакротил компанию? Пришлось бакротить компанию? Да, нам пришлось бакротить. Бакротить пришлось, потому что мы когда начали читать контракт аренды офиса нашего, а в Америке контракты подписываются на 5, на 10 лет. Если ты расторгаешь его раньше, ты должен оплатить сумму всю, которая за весь период. Мы там пробыли, не знаю, месяца 3 или 4. И контракт аренды кто читает в России, в Украине, там, глобально? Ну, окей, там, подписали. Также мы и тут подписали. И когда мы поняли, что нам нет смысла точно уже продлевать его, это было одной из главных причин, мы уже решили обанкротить компанию. Антоний Дмитриевич, ты счастлив? Очень сильно. Что для тебя счастье? Ну, это возможность самореализоваться. Когда я не устаю от того, что я делаю, когда мне нравится то, что я делаю, когда я не думаю о деньгах, окружение вокруг вдохновляющее, когда у самого энергии много. И это просто ощущаешь в действии, опять же. Да и, в принципе, когда ты находишься вот такой на стадии выживания в начале бизнеса, тебе нужно больше, больше, больше. Приходится заниматься теми вещами, которые не нравятся. Вот мне не нравится заниматься юридическим, вообще любым, любым юридическим вопросом, хотя я адвокатом был долгое время, мне нравится операционными делами заниматься. И получается, да, когда уже есть определенный оборот у компании, компания более-менее, хоть я не могу сказать, что мы суперсистемно выстроены, но опять же есть отделы, есть хорошие руководители. Это помогает высвободить свое время на то, что хочется. Вот, и сейчас я точно уже могу сказать, что делаю то, что хочу. Ютуб – это вдохновение, эго, бизнес, микс всего либо что-то четвертое? Это однозначно и вдохновение, это точно и про признание в том числе. Бизнес, да, но он, я не могу сказать, что у нас есть вот четко прописано, мы должны инвестировать столько, потратить столько времени и будет так. Я просто в него очень сильно верю, и мне это нравится, и поэтому вот как бы на вере оно и получается. И это еще способ на самом деле изучить те страны, с которыми мы, допустим, не работаем, или найти какую-то новую идею, найти партнеров, потому что перед тем, как мы едем снимать какую-то страну, мы изучаем месяца два, и после этого еще и выезжает наш член команды на место, общается с людьми, подбирает локации, договаривается об интервью, и уже после такой работы я уже тут приезжаю на это место и, собственно, делаю контент. Насколько сильно твоя компания зависит от тебя? Вот тебя просто раз и удалили. Зависит сильно сейчас. Сейчас точно сильно зависит. Я надеюсь, что с приходом SEO, которого как раз мы договорились на его выходе, зависимость будет меньше, но без меня, мне кажется, долго компания не проживет. Пока. Мне кажется, с тобой обещали ребятам рассказать историю, какой паспорт лучше, почему, что лучше купить в долгосрочной перспективе, что сколько стоит и какие программы вообще самые интересные. Продукт, опять же, непростой, потому что много вариантов есть и инвест-иммиграция в Америку, и вид на жительство в европейские страны, и паспорта карибские, там, в общем, много разных конфигураций. Но я выделю такой топ-топ-топ просто. Первый топ это ВНЖ португальский. Его покупают для того, чтобы кто-то для переезда, кто-то для смены налоговой резидентности, но она связана с переездом, кто-то, чтобы инвестировать в недвижку и плюс бонусом получить ВНЖ, как запасной аэродром в том числе. И паспорт, скорее всего, на сегодняшний день самый топовый, это Гренада. Это карибская страна, он дает Шенген без виз, Великобританию без виз. И это автономный документ. То есть отличие от ВНЖ в том, что он не привязывается никак к паспорту. То есть это новое гражданство, которое ты можешь использовать уже во всем. Компании делать, недвижку покупать, что-то открывать на этот новый паспорт. Этот паспорт топовый, потому что кроме Шенгена в Великобритании он еще и Китай без визы выдает. И кроме того, можно в Америку переехать по одному типу визы, которой нет у Китая, России, Бразилии. Виза едва называется. Украинцев она есть, кстати. Вот таких два топовых продукта. И многие покупают еще и совмещают. Карибский паспорт и какой-то вид на жительство Европы. Потому что ушла кипрская программа и такого полноценного крутого документа удобного нет. Ну то же самое я для себя тоже совместил. Ты спрашивал меня, что нужно, чтобы бизнес запустить. Если посмотреть на линейку наших продуктов, то по сути я продаю абсолютно все то, что сделал для себя. Я так раз можно таки сказать, как продолжение теории флагов. То есть у меня есть второй паспорт, у меня есть вид на жительство, недвижимость. Я также покупаю за границей. Налоговая резидентность. Также и преимущество использования 0% на мировой доход здесь. Компании находятся в разных странах. Эмираты Кипр, Венгрия, Португалия. Соответственно, все то, чем пользуются клиенты, есть у меня. И поэтому легче об этом говорить, легче эту идею доносить, потому что я этот опыт проживаю сам. А если это делать, просто нацеливаясь на деньги, трафик, лиды, там какие-то системы, лично я мало верю, что такой бизнес полетит. То есть мне кажется, что нужно его проживать, тогда будет круто. И это, мне кажется, любой бизнес касается. Ты знаешь, у меня есть один, кстати, друг, тоже был мой клиент, в Испании, Мэрбейн живет. Мы поднялись к ним на второй этаж, белые стены, как эти цветы называются, красные такие. Магнолии. Нет. Бигулии, бигнолии. Ну-ка, в общем, красные красивые цветы на белом фоне. Черно-брыбсе. Наверное. Я говорю, блин, классно выглядит. Маки. Не поверишь, маки вьются по стенам. Маки, ты не слушай, это цветы. Окей. У ноги маки. В общем, у него белая стена красивая, это красные цветочки. Я говорю, блин, классно выглядит. Он говорит, не поверишь, я из-за этого купил дом в Испании себе. Говорю, как, вот из-за цветочков? Ну, да, говорит, из-за вот цветочков. Это было ключевое, уже последнее, из-за чего он принял решение. Люди принимают решение, ты знаешь, по недвижке зарубежной, по переезду, не основываясь на каких-то рациональных историях, которые мы с тобой обсуждали раньше, критерии, налоги, там, что у нас еще было, климат. Это все важно, но когда на самом деле приезжаешь, прочувствуешь эту историю с людьми, окружением, знакомишься и живешь в этом месяц второй, а потом возвращаешься обратно и понимаешь, что тебе этого не хватает, вот тогда уже возникает эмоция, да, я хочу жить здесь, когда ты сравнил. Внимательно гляньте в эти глаза, хорошо. Я вам скажу честно, это был первый опыт такой. Мы встретили знакомого, зовут его Николай, он нам дал такую хорошую, мы думали с утра и придумали бизнес, и его расписали, придумали историю. На самом деле этот человек рыбак, здесь в Португалии, я с ним познакомился и классно провели время, вот. Ладно, я пошутил. Короче, если будете в Португалии, то вам к Толику. Я говорю знаю, что на своем канале пока и до встречи в Португалии. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова